Крещенский сочельник Звучали рождественский тропарь и молитвы «Достойно есть» и «Царю небесный». И ребята в НОП-центре здесь тоже эти молитвы поют перед началом, например, хорового занятия. То есть для них это не является какой-то концертной вещью. Они понимают глубокий смысл обращения к Господу за тем, чтобы он помог им вот этот час репетиции или час занятий провести с пользой для его души. Не обошли себе с рождественских калядок. Хор исполнил их на греческом языке. В Древневизантийской империи они назывались «каланда». Оно произошло от римских календ. Календами называли первые дни месяца. Каланды, или по-нашему это калядки, распевают все 12 дней между Рождеством и Крещением. На уроке концерта еще звучали и разные стихотворения в исполнении ребят. Например, это произведение русского поэта Дмитрия Попова «Рождество». Зимний день, заветный праздник, пусть мороз январский зов. Он, как ряженый проказник, снова в гости к нам пришел. Распахнулись на стеж двери, разгулялась суета. Все, кто верит и не верит, славят мальчика Христа. Прочитали еще и стихотворение Бориса Пастернака «Снег идет». Говорят, что поводом для написания этого произведения стал обычный обильный снегопад. Он оттолкнул поэта на серьезные философские размышления. «Снег идет, и все смятение, все пускаются в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, повороты. Снег идет, снег идет. Словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходят с неба небосвод». Готовиться к уроку концерту в кадетской школе начали сразу после каникул. На все у ребят была лишь неделя. За это время они изучили на занятиях хора новые произведения и даже успели выучить одно из них на греческом языке. По словам педагогов, именно искренний интерес кадетов к истории и традициям этих праздников помогает так легко и быстро усваивать все. Обязательно в хоре нашем есть репертуарные вещи, связанные с православным пением. Мы неоднократно участвовали в службе в нашей церкви Александра Невского. Но, правда, это такая традиция получилась, что когда дети приходят, взрослые настолько рады их приходу и настолько поражены, что они тут поют и на греческом, и на древнерусском все эти песнопения, что мы почти срываем службу. Но, тем не менее, детям это надо, потому что традиция была, что во всех воинских частях обязательно был батюшка. То есть люди военные всегда перед ответственным боем получали благословение. Люди были погружены в эту веру, в эту культуру. И мы стараемся это вернуть через вот эти праздники, концерты, уроки. Впереди у кадетов пасхальная неделя. Сейчас начнется к ней подготовка. Также кадеты всегда участвуют в православных конкурсах и выезжают в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Евгения Коломит, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов, Пушкинское телевидение.